Один день в Венском императорском арсенале. Вот через площадь мы идем и входим, наконец, в большой красивый красный дом, похожий на дворец. Сергей Михалков. В музее В.И. Ленина. Военные музеи Европы. Сегодня мы познакомимся с экспонатами Венского императорского арсенала. Само его здание, дворец Хавбург, как раз и есть самый настоящий дворец, хотя цвета серого, а не красного. Однако Ильичевский музей Хавбургу и в подметки не годится, а уж по ценности своих коллекций, а еще их объему, он не знает себе равных. Рыцарский зал Эрмитажа по сравнению с его залами просто что-то вроде районного краеведческого музея, не более. И тут нет никакого преувеличения. Четыре всадника и вот такая стена из них, как на фото ниже. А ведь это только лишь один из двенадцати залов, посвященных рыцарской тематике. И в каждом конные фигуры буквально на каждом шагу. К счастью для посетителей, едва ли не восемьдесят процентов экспонатов арсенала выставлены, не будучи ограждены стеклом. Потрогать вам их, понятно, не удастся, но рассмотреть во всех деталях и сфотографировать не помешает ничто. А это для сравнения, наша четверка из рыцарского зала Эрмитажа. Кстати, у крайнего справа всадника вот уже много лет совершенно невероятным образом вывернута правая нога. И никому из музейных работников до этого нет дела. Пипла. Она же все проглотит. А уж китайцы, от которых сегодня и в питерских, и в европейских музеях сегодня буквально не протолкнутся, и подавно, поскольку для них такие вот железные ребята вещи вовсе не слыханное, и не виданное. Там существовали совсем иные формы защиты. Ну а начнем мы свой рассказ с истории возникновения этой коллекции, чтобы было понятно, почему она такая богатая и в ней такое множество ценнейших экспонатов. Сегментный шлем, или спандинг-хедьм. Знакомство с коллекциями доспехов и оружия принято начинать с самых старых образцов, либо шлемов, поскольку принято считать важное, так сказать, часть человеческого тела и соответствующий ее статусу уровень защиты ей просто необходим. В коллекции палаты есть очень интересный сегментный шлем, спандинг-хельм 2 века. Попал в Европу с Востока вместе с сарматами. Был очень популярен в эпоху раннего Средневековья среди германской знати. Встречался и у франков на севере Европы, и у вандалов в Африке, и у саксов и англов на землях Британии. Обычный состоял из четырех железных сегментов, соединенных заклепками на каркасе из меди или бронзы, часто позолоченным. Дело в том, что императоры из семейства Габсбургов получали предметы искусства и того же рыцарского снаряжения из самых отдаленных земель, из Богомии и Венгрии, Галисии и различных балканских территорий, из современных стран Бенелюкса Старых Нидерландов, и таких провинций современной Франции, как Бургундия, Эльзас, Лотаринге и, наконец, из Испании и северной части Италии. Развитие дипломатических отношений и боевые конфликты позволили разнообразить коллекцию множеством предметов с Ближнего Востока, включая доспехи и оружие турок, персов и египтян, которые имели те или иные отношения с Габсбургами. Конический шлем Конические шлемы с фиксированной носовой и железной пластиной использовались в основном С-9 по 12 век. Изготавливались из целого куска железа как единое целое и без украшений. Из-за того, что на Габелине бою изображено завоевание Англии норманными, битва при Гастингсе 1066, на головах у которых как раз такие шлемы, его ошибочно называют нормандским шлемом. Между тем известен шлем С-В. Вацлава 955 года, появившийся за долго до битвы при Гастингсе. Вместе с большим миндалевидным щитом и кольчугой длиной до колен такой шлем входил в состав полного снаряжения средневековых воинов на протяжении очень длительного времени. Сохранилось лишь несколько таких шлемов, среди которых и шлем С-В. Вацлава, и этот венский шлем, который был найден в 1864 году в Алмутском воеводстве. Естественно, что имперский статус всего, что окружало тогдашних правителей империи, их вассалов, начиная от дворцов, в которых они жили, их обстановки, и уж тем более одежды, приводил к тому, что все это приобретало максимально возможную утонченность. Ну и, конечно, особую ценность приобретали рыцарские доспехи императора, которые должны были быть поистине великолепными, начиная с макушки шлема до кончика его меча, кинжала или булавы. То же самое относилось и к лошадям, и к конским доспехам. Таким образом, каждый из этих объектов просто не мог не являться произведением искусства. Топфельм 1350 год, принадлежавший семье пранков. Типичный рыцарский шлем и очень ценный прежде всего тем, что на нем сохранилось его на шлемное украшение в виде боеволенных рогов. Очень тяжелый, поэтому скорее всего использовался в качестве турнирного. Первоначальным владельцем шлема был, вероятно, Альберт фон Пранк, на печати которого, датированной 1353 годом, изображен почти такой же шлем. Хранился в монастыре августинцев в Сикау. В 1878 году был куплен для императорской коллекции. Основа коллекции была заложена императорской палатой личных доспехов, существование которой было документально подтверждено с 1436 года, в которой хранились доспехи и декоративное оружие правящего дома и его свиты. Но в эпоху барокко все это полностью утратило свое значение, поскольку больше не было необходимости символизировать рыцарские доблести или физическую силу через доспехи. Так предметы императорского собрания стали музейными экспонатами, призванными увековечить историю австрийского дома Габсбургов уже иначе через демонстрацию обладания им древними и прекрасными артефактами. Знаменитый бунт Хугель собачий шлем 1400-1410 ГГ был удобнее, чем шлем-горшок, поскольку имел большее свободное пространство перед лицом, облегчавшее дыхание. Забрало и вовсе позволяло носить такой шлем постоянно, достаточно было забрало поднять. Отверстия для дыхания обычно располагались на маске и забрало справа, а левая сторона их не имела. Эпоху рыцарского вооружения и турниров сменила эпоху охот, когда именно охота, а не турниры стали главным видом развлечения знати. Так появилась экспозиция придворного оружия или придворная охотничья камера, созданная при императоре Фердинанде. 2. Она включает в себя предметы самого высокого качества изготовления каждой эпохи и вплоть до конца монархии в 1918 году. Есть в коллекции Венской оружейной палаты и совсем уникальный шлем, принадлежавший Георгию Кастреати, албанскому князю, прозванного Скандербек, около 1405-1468 годы. Купол шлема полированный, диадема и геральдическая фигура изготовлены из меди с частичным золочением. На диадеме имеется латинская надпись, которую можно расшифровать следующим образом. Иисус Назарианин благословляет князя Эматия, короля Албании, ужас османов, короля Эпира. Геральдическая фигура представляет собой козлиную голову с рогами. В коллекцию попала и уникальная коллекция эрцгерцога Фердинанда и Стироля, 1529-1595 годы, который начал собирать ее в 1577 году. Он обладал огромным богатством и при этом считал, что его долг заключается в сохранении наследия прошлого и увековечении памяти его героев. В соответствии с этой концепцией, которая была удивительно современной даже по сегодняшним меркам, он и собирал доспехи и оружие, которые принадлежали разным известным личностям от князей до военачальников как его собственной эпохи, так и прошлых веков. Таким вот образом и возникла его знаменитая оружейная палата героев, находившаяся в замке Амбрас в Тироле. Он же приказал подготовить и первый в мире каталог этой коллекции, который насчитывает 125 иллюстраций. Первый в мире печатный и иллюстрированный музейный каталог на латыни, опубликованный в 1601 году. И на немецком языке в 1603 году каждый герой изображен здесь в виде гравюры на медной пластинке, одет в доспехе, а рядом помещена его биография. Доспехи Курфюрста Фридриха Пфальцкого, 1425 и 1476 годы ГГ, работа Миссалья, ОК 1450 год. Клейма на доспехах указывает, что над ними работали сразу четыре разных мастера, а именно Томоза Миссалья, Антония Миссалья и Ночинцуда Фаерна и Антония Сирани. Такое разделение труда было характерно для этой миланской компании, в которой те или иные мастера специализировались на отдельных предметах брони. Данный доспех был предназначен для экспорта во Францию, поэтому был выполнен «à la frances», то есть в французском стиле. От собственно миланских доспехов этот стиль отличался симметричными наплечниками и маленькими дисками для защиты подмышечных впадин. Шлем Гранг Бацинет, то есть Большой Бацинет. Саботонный имеет характерные позднеготические острия на концах. Курфюрст Фридрих Победоносец начал свое правление в Пфальце в 1449 году, и вполне вероятно, что он купил эти доспехи по случаю этого события. Отметим, что особенностью доспехов В, по которой их можно легко отличить от доспехов более позднего времени, было крепление на ошейнике. Он крепился к керасе на двух кожаных ремнях, спереди и сзади. На на ошейнике была прорезь. На ремне металлическая ковка с П-образным креплением, которое проводило через эту прорезь, после чего в него вставляли поперечный металлический стержень на шнурке. Благодаря своей форме он не мог выпасть, а даже если бы и выпал, то не потерялся бы и так и остался болтаться на шнурке. Тем не менее от этой конструкции впоследствии отказались и придумали ожерелье, скреплявшиеся с помощью крючка. Перед нами готические доспехи, изготовленные Лоренцом Хильмшмидтом для императора Максимилиана. Ай, вероятно, он носил его будучи молодым принцем, а затем передал его своему дяде Сигизмунду по случаю его свадьбы со своей второй женой, Екатериной Саксонской, в 1484 году. На этом фото все его детали просматриваются очень хорошо. Основу оружейного собрания в некоторой степени образует наследие двух императоров, Максимилиана Ай-Ум в 1519 году, и Фердинанда Ай-Ум в 1564. Причем последний все доспехи и оружие из своего наследства разделил между своими тремя сыновьями. Часть императора Максимилиана Ту осталась в Вене, в Зальцбургском дворце, ставшем впоследствии императорским цейх Гоузом. Коллекция Фердинанда Тирольского оказалась в Праге, а затем в Инсбруке, в замке Эмброс, а часть, отошедшая Карлу Штирийскому в Граце. После смерти Карла, в 1599 году, она вновь вернулась в собственность представителей основной ветви, но в Вене оказалась лишь в 1765 году. Фердинанд к унаследованному владению добавил коллекции оружия знаменитых людей прошлого и настоящего и создал таким образом уникальное по историческому и художественному значению собрание. После смерти Фердинанда Тирольского в 1595 году его собрание досталось его старшему сыну, Карлу фон Бургау, но затем выкуплено у него в собственность императора, и объединено в итоге со всеми остальными коллекциями. Около 1500 года появляются так называемые максимилиановские доспехи, изобретение которых приписывается императору Максимилиану. Ай, для них характерно наличие желобков, идущих по всей их поверхности, но гладкие поножи ниже колен. Рифленная поверхность новых доспехов создавала красивую игру солнечного света на их поверхностях, и была определенно близка к моде на плиссировку в одежде знати. В дополнение к своим оптическим свойствам гофр также увеличивал прочность самой брони, что позволяло делать ее тоньше и, следовательно, легче, но с тем же уровнем защиты. Однако точная работа, необходимая для изготовления гофра, повысила стоимость доспехов, так что эта очень дорогая мода исчезла еще до середины столетия. Странное лицо на забрали шлема было связано с тем, что турниры тогда часто проводились во время карнавалов, на которые было принято надевать самые разные, в том числе и устрашающие, маски. Шлем, изображенный на этой фотографии, принадлежал герцогу Лиху фон Вёртембергу, 1487-1550 гг. Работа мастера-доспешника Вильгельма Червея-старшего, 1501-1538 гг. Нюрнберг. Вне всякого сомнения, доспехи с такими вот забралами на шлемах смотрелись несколько жутковато. Ценность собрания Венской оружейной палаты в первую очередь заключается в его историческом значении, поскольку она хранит колоссальное число доспехов и оружия знаменитых людей, и просто оригинальных артефактов своего времени. Причем, нужно подчеркнуть, что подлинность многих из них подтверждается еще и многочисленными инвентарными описами, которые начинаются с 1580 года, и не в меньшей степени скульптурами. 16 века. Гарнитур Фердинанда. Ай. 1503-1564 годы. С рифлеными латами. Как для всадника, так и для его коня. 1526 год. Мастер. Кальманхильм Шмидт. 1471-1532 годы. Г. Г. Оуксбург. Собрание содержит в основном оружие и доспехи начиная с эпохи Средних веков и до начала Тридцатилетней войны. Единственным в своем роде оно является также и по подбору образцов турнирного вооружения, среди которого встречаются совершенно уникальные экземпляры. Важным дополнением уникальных коллекций арсенала является также библиотека императорского дома, содержащая ценные и иллюстрированные рукописи и печатные издания, посвященные военному делу, турнирам, а также искусству фехтования и верховой езды. Правый наплечник Керасы Максимилиановского доспеха, около 1514 года, принадлежавший королю Людовику. 2. 1506-1526 г. Г. Сыну короля Владислава. 2. Изготовлен Конрадом Зойзенхофером, Инсбрук. П. С. Автор и администрация сайта выражают сердечную благодарность кураторам Венской оружейной палаты Ильзе Юнке Флориану Куглеру за предоставленную возможность использовать ее фотоматериалы. Продолжение следует. Продолжение следует.